...замечательным, блистательным балеринам, которые продолжили то, что принесла Уланова на сцену Большого театра. Смысл исполняемого. Об этом еще Фокин говорил. Не просто хорошо поднимать ноги и, так сказать, танцевать, а смысл о чем? Это появляется на сцене личность, напоминающаяся на века. Вы же видите, проходит много балерин. Сегодня есть, завтра ее нет. Марина Викторовна осталась. И ученицы ее блистательно танцуют. Почти с первых лет работы моей в театре я попала к Марине Викторовне Кондратьевой. То есть сама попросила с собой работать. И она, слава Богу, согласилась. Вообще очень сложно в двух словах сказать, кем Марина Викторовна является для меня. Потому что, помимо того, что она просто высочайшего класса профессионал, и до мельчайших подробностей, может любую партию как бы технически передать, она еще тонкий как бы психолог, если так можно уразиться, очень тонко чувствует каждую свою ученицу. Она очень помогает внутренне раскрыться. Я счастлива, что я ее ученица. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Сегодня замечательный праздник, юбилей Марины Кондратьевой. Хочу просто сказать несколько слов о Марине. Это была прекрасная танцовщица, она была необыкновенно воздушная. Все ее вот эти роли, муза в Паганини, Жизель, Вальбурги, ну, много-много спектаклей. И она несла ей присущую какую-то вот легкость, небесомость. Все, что она не исполняла, она как-то вот излучала такое какое-то весеннее, необыкновенное настроение, и все это передавалось зрителям, мне кажется. И они уходили из театра, и, наверное, у них оставалось вот память, и это замечательное искусство. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Марина Викторовна сама потрясающе исполняла эту партию. Я смотрела ее в записи, учила по Марине Викторовне и по Катерине Сергеевне, и на каком-то определенном этапе даже засомневалась. И подумала, что, наверное, я так не смогу, потому что, знаете, очень музыкально, очень технично, безумно легко, красиво, женственно, поэтому я хотела, чтобы у меня хотя бы чуть-чуть было похоже на них. КОНЕЦ Очень важно чествовать людей, которые отдали жизнь нашему театру. Хочется быть на них похожими, хочется на них равняться, тем более, что вот мы сегодня с Леной Андренко исполняли самую, наверное, коронную и знаковую роль в жизни Марины Викторовны. Дуэт из балета «Погонение», который был для нее поставлен и всегда был такой визитной карточкой. КОНЕЦ Марина Викторовна была моим первым педагогом в Большом театре. Она замечательный человек, она прекрасный педагог, у нее всегда очень много учеников, и я думаю, что все, кто с ней работал, все ей очень благодарны. И сегодня этот концерт, конечно, мы все с радостью танцуем для нее. КОНЕЦ Большой театр для меня всегда Мекка. Какой же это театр! Потрясающая трупа, молодая, красивая, сильная. И, конечно, я видела Кондратьева, я видела ее и в «Спартаке», и в «Щелкунчике», и в «Жизеле», невероятной красоты. И очень рада, что она такая прелестная, как и была. Худенькая, тоненькая, сильная. Никогда в жизни не скажешь, сколько ей лет. Потому что она над бытом, она в искусстве, она в творчестве, она парит. И это то, что отличает ее от всех людей, живущих на этой планете. КОНЕЦ Мы сегодня станцевали ПДД из балета «Эсмеральда Дианы Актон» и ПДД из балета «Дон Кихот». У нас было очень мало времени. Вот буквально Диану Актону мы учили за три дня. Сегодня, конечно, силенок еще не хватило сделать так, как это должно быть. Но я думаю, что все впереди ради Марина Викторовна мы сделали. Я ее безумно люблю. Она удивительный человек. Она, мне кажется, принесла свою теплоту, интеллигентность, духовность, свою, не знаю, какую-то удивительную энергетику, которая всегда успокаивает. КОНЕЦ Вечер состоялся, и я так волновалась ужасно, как будто бы прям ног под собой не чувствовала, ужасно волновалась. И сейчас так все прошло как-то довольно гладко, и очень приятно, очень тепло, очень как-то по-доброму. Я ощущала эту доброту и со стороны своих учениц, и со стороны нашего руководства. И зрителей было безумно тепло, и я чувствовала, что они пришли специально меня как-то чествовать в этот день. Конечно, мой юбилей, так что я счастлива. Завтра у нас выходной день, а послезавтра у меня уже класс в 11, и у меня репетиции уже дальше продолжаются, новые спектакли. И, в общем, жизнь продолжается.